Здравствуйте! Как всегда в это время в эфире беседы с Владыкой Павлом, наш постоянный собеседник, патриарш и экзарх всей Белоруссии, митрополит Минский Заславский Павел. Здравствуйте! Буквально совсем недавно отдел внешних церковных связей Московского Патриархата выразил решительный протест против заявления Верховного Архиепископа Украинской Греко-Католической Церкви Святослава Шевчука, сделанных в интервью австрийскому католическому агентству КАФ-Пресс. Ну, надо сказать, что это его выступление, как и многие другие, его высказывания полны агрессии в отношении Русской Православной Церкви. Как вы думаете, чему угрожают подобные действия униатов? Вы знаете, но только, наверное, с чувством прискорбия можно отнестись и к его высказываниям, и к его отношению, и к тем православным людям, которые проживают на территории Украины, и просто ко всем, кому были отнесены его слова. Я вот специально взял некоторые высказывания о том, что смешанная комиссия еще в 1990 году по православно-католическому диалогу говорила о том, что это касалось униатства, о том, что мы отвергаем его. Это православно-католический был форум. Мы отвергаем его униатство как метод поиска единства, потому что он противоречит общей традиции нашей церкви. И в 1993 году та же комиссия подчеркнула, что униатство не может быть принято ни как метод, ни как модель единства, к которому стремятся наши церкви. Было отмечено, что имевшие место в прошлом попытки восстановления единства между восточной и западной церквами при помощи унии лишь усугубили существующее между ними разделение. И, к сожалению, совместное осуждение унии православными и католиками в рамках официального богословского диалога никак не повлияло на риторику униатских лидеров, и в частности Шевчука. Она остается враждебной по отношению к православию, именно такой, какой она была и в прежние века. И, конечно, очень печально, что Святослав Шевчук пытается сегодня воспользоваться нестроением, проблемами в украинском обществе. Сегодня как никогда надо стремиться к миру, к добру, к согласию. И его высказывания, они только разжигают страсти человеческие, да еще и на религиозной основе. Это очень печально, и, конечно, к хорошему это не приведет. Беларусь и белорусский народ помнят страшные нестроения, раздоры, вражду, которая в свое время была на территории Беларуси еще в старое время, когда враждовали униаты с православными, дело доходило просто до дикости, вы знаете, варварства и дикости, когда униаты выкапывали даже из могил покойников православных и выбрасывали их на съедение зверям. Это жуть какая-то была, вражда была ненависть. И сегодня как никогда надо стремиться к миру, они все это опять разжигают к хорошему, это не приведет. Очень печально, что сегодня страсти начинают снова силы бушевать в сознании не только враждующих, но еще и в сознании таких людей, которые себя именуют лидерами христианского вероучения. Очень печально. Хочется надеяться, что все-таки разум восторжествует и прекратится эта вражда и ненависть. Сегодня как никогда мы должны объединяться, как никогда мы должны искать вот таких путей, которые приводили бы нас к миру, к согласию. Но мы понимаем, что сегодня это очень сложно, очень трудно. Много разных взглядов, много разных мыслей и направлений, по которым идет сегодня человечество. Но уж если мы себя относим к православным или к католикам или к другим каким-то вероучениям, но ведь основатели наших религий, они ведь не призывали к вражде. Это не самое главное в нашей жизни. Самое важное и самое главное – это совершенство и духовное спасение душ человеческих. Вот к чему надо стремиться. Не к вражде, не к попытке захватить храмы или иметь какое-то политическое влияние, пусть даже в церковных кругах. Нет, это не самоцель, это не главное. Главное – это спасение души. Где те люди, которые враждовали в прошлом, позапрошлом столетии, где они сегодня? Их нет уже. Они, конечно, в загробном мире. И, конечно, даже страшно подумать, какая их участь сегодняшняя после той вражды и ненависти. Вот поэтому мы сегодня живем в таком мире, когда надо стремиться к миру и согласию. Вот и все идеологи, которые сегодня существуют, ведь они имеют главную цель – мир, согласие. А вражда на религиозной основе, она бывает самой тяжкой, самой опасной и самой затяжной такой. Поэтому очень печально. И ни к чему хорошему эти угрозы и вражда не приведут. Об этом надо всегда помнить. Недаром, знаете, в народе совершенно не случайно говорят, что лучше плохой мир, чем хорошая война. Это был вопрос нашей программы. Спасибо, Владыка. Ну а теперь к тому, о чем интересуются наши зрители. Вот Ольга из Самарской области задает такой вопрос. Есть ли правила, в каком порядке вносить имена в записку о покоении? Ну, вы знаете, каких-то правил особых у нас нет. Есть просто такая традиция. Это касается не только о покоении, о здравии. Вот, но практика есть такая, опыт, оно передается из поколения в поколение, эта традиция. Вот, обычно мы пишем как в наших записках. Но, как правило, всегда мы вспоминаем наших предстоятелей церквей. Вот, сегодня о здравии мы, допустим, благочестивые православные христиане пишут. Кого в первую очередь? Святейшего патриарха Московской, Всеруси, Кирилла. Потом своего правящего архиерея. И потом мы поминаем или записываем своего духовного отца, если у нас есть. Вот, или священников, к которым мы приходим на исповедь и к которым обращаемся с какими-то вопросами, которые нам помогают. Ну, и потом, наверное, своих родителей. Вот такая есть практика. Своих родителей, крестных родителей записывают. Своих близких, братьев, сестер. Кто-то поминает своих благодетелей, благотворителей, своих соседей. Вот, с кем общаются, кому хотят помочь в молитве церковной. Кто нуждается, болящий, там, скорбящий. Вот, ну, и потом, с кем мы общаемся, с кем мы работаем. Если вот хотите, чтобы Господь помогал, укреплял нашей дружбе, нашему мирному сожительству со своими соседями, можно их помянуть. Вот, а о покоении примерно то же самое мы пишем. Вот, кого мы помним? Ну, конечно, мы начинаем всегда с патриархов. Кто наши были патриархи нашей церкви, главы нашей церкви. Может быть, кто-то общался, знает своих епархиальных архиереев. Вот, и опять-таки своих духовных наставников, которые умерли или священники. Ну, и, конечно, если родители умерли, то родители поминают, крестных родителей. Вот, ну, вот такая есть практика, да. Ну, и, знаете, с кем мы общались, с кем работали, может быть, кто просил, может быть, помолиться. Так что вот такая практика есть. Правила какое-то такое жесткое у нас не существует, а есть просто вот практика. Следующий вопрос пришел из Нижнего Тагила. Людмила вот обращается с такой бедой, у нее успевается сын, и она спрашивает у вас, есть ли какое-нибудь средство помочь ему в этой беде? Вы знаете, Людмила, мы очень часто сталкиваемся с таким явлением. Это и алкоголь, это и наркомания, и игромания, сегодняшний современный бич в нашем обществе. Вот, но мы, к сожалению, начинаем об этом задумываться, когда человек уже втянулся или попал в это болото, и уже выбраться самостоятельно не может. К сожалению, я часто говорю, что, знаете, надо ведь, народная есть такая мудрость, и я ее часто вспоминаю, и о ней говорю, что ребенка надо воспитывать, когда он лежит поперек лавки, а не вдоль лавки. Когда он уже ложится вдоль лавки, то его уже бесполезно воспитывать. Поэтому с самого раннего возраста надо воспитывать. А мы, к сожалению, думаем, что все само собой уладится, все само собой пройдет, вот, а потом начинаем понимать, что уже поздно. И тогда начинаем кричать «караул», вот, а кто услышит «караул», когда мы кричим? Поэтому, когда человек уже начинает спиваться, когда человек погряз уже в наркоманию или в игроманию, когда страсти у него бушуют уже с такой силой, что они выплескиваются наружу, здесь уже очень сложно что-либо сделать. Очень сложно. Попробуйте пьянице или алкоголику, скажите, что он больной человек, что он пьяница. Да никогда он не скажет. В этом вот вся пагубность этого, этой страсти, этого порока, что человек не осознает, что он болен, понимаете? Когда человек приходит к врачу, когда он понимает, что он действительно болен, вот, когда у него болит что-то в организме, и он же не сразу идет к врачу, думает, да ладно, завтра будет лучше, сегодня пройдет, там, болит, там, рука, нога, зуб, голова, там, ладно, думает, завтра все пройдет, отдохну, сейчас полежу, вот, таблеточку выпью, она завтра не становится лучше, а послезавтра уже думает, может, мне к врачу сходить, он начинает понимать, что он болен. Вот и человек, который злоупотребляет алкоголем или наркотиками, уже начал увлекаться, или стал увлекаться играми какими-то, которые уже затмевают его сознание и разум. Если он не поймет, что он попал в эти сети, его очень сложно оттуда вызволить, пока он сам не поймет, что он болен. А вот когда он поймет, тогда он пойдет к врачу. А алкоголик, он же как, он говорит, да мне еще рюмашечку, и мне сразу все будет хорошо. А рюмашечка сегодня, потом вторая, потом третья, потом опять началось. Вот, и так человек погрязает в это болото, и потом он уже из него сам не может выбраться. Конечно, мы надеемся на милость Божию, конечно, мы надеемся и на церковную молитву, на молитву родителей и близких людей. И молитва, конечно, очень много значит, вот, но пока сам человек не поймет, его очень сложно вывести из этого состояния. Поэтому, ну, я, Людмила, могу только высказать вам чувство сожаления, вот, и в то же время я хочу сказать, вы не ослабевайте в молитве, потому что у Бога всего много, вот, и милость Божия, она может проявляться, вот, даже в таких случаях, когда уже человек не в состоянии ничего сам сделать. Поэтому, ну, сегодня, наверное, могу только порекомендовать ему молиться, молиться за него, просить церковь, ходите в храм, молитесь за него, вот, и возложите упование свое на Бога. Вот, а со своим сыном, наверное, тоже надо иногда говорить, но только тогда, когда он трезвый. А когда человек уже в нетрезвом состоянии, с ним очень сложно говорить, он ничего не поймет. — Анжела из Смоленска спрашивает, как можно избавиться от панического страха за свою жизнь? Ну, я с себя добавлю, вообще откуда может появиться такой страх? — Страх за свою жизнь? — Вообще это нормально? — Вы знаете, ну, я бы посоветовал, во-первых, тоже сходить к священнику, сходить к священнику на исповедь, поисповедоваться. Вы знаете, ну, страхи могут быть самые разные, могут быть, естественно, вражеские страхования, вот, может быть, самые-самые непредвиденные обстоятельства, которые человека, вот, вводят в такое состояние страха. Да, и, конечно, надо посоветоваться со священником, рассказать, почему у вас такое волнение, почему такой страх, с какой стати. Потому что, знаете, кто искренне верит в Бога, кто живет по Евангелию, исполняет заповеди Господни, живет благочестивый и праведный, святый, тому нечего бояться. Знаете, были случаи, когда, я вспоминаю свидетелей Иоанна Златоуства, свидетель был, да, возглавлял кафедру Константинопольскую, вот, и когда ему угрожали, что его могут сослать и наказать, он почему-то этого не боялся, и даже смерти передать. Он говорит, когда ему говорят, что мы вас всего лишим, он говорит, а у меня вот крест и Евангелие, у меня больше ничего нет, лишайте меня всего. У меня ничего нет, ему бояться не за что. Вот, и ему говорят, что мы тебе и смерти передадим, и сошлем. Он говорит, а мне это не страшно. Апостол Павел вообще говорил, смерть для меня – это приобретение. Если у человека есть вера в Бога и надежда, что я вот после смерти перейду, Господи, к тебе в твое небесное царство, чего бояться? Значит, где-то у нас вера слабая, значит, у нас нет надежды на Бога. Может быть, мы настолько слабы и даже не понимаем смысл вообще жизни человека на земле. Поэтому я бы хотел вам просто порекомендовать, подойдите к священнику, поговорите. Вот, я человек непрозорливый, я просто не знаю ваше внутреннее настроение, состояние, а священник, пообщавшись с вами, может быть, лучше узнает вас и подскажет, как лучше поступить в таком случае. Наталья Изванова, насколько можно понять из вопроса, крестилась уже в зрелом возрасте, ей 45 лет, но она ничего не знает о том, что такое церковь, и спрашивает, где ей научиться. Вы знаете, Наталья, вообще у нас существует практика такая хорошая, добрая, об этом неоднократно, даже многократно говорил и покойный патриарх Алексей, и ныне здравствующий святейший патриарх Кирилл, и призывал всех и архипасторей, и пасторей перед крещением проводить огласительные беседы. То есть людям рассказывать о церкви, о вероучении нашим православным, а уже потом, когда человек осмыслит, поймет, куда он идет, куда он приходит, тогда его уже крестят. Вот, видимо, было пропущено это оглашение, с вами не побеседовали, но ничего страшного в этом нет сейчас для вас, вот, не отчаивайтесь, просто тоже надо подойти к священнику, попросить, сказать, батюшка, посоветуйтесь, с чего мне начинать, с каким мне книги почитать. Ну и, конечно, сегодня совершенно другая ситуация по сравнению даже с 20-летней давностью. Сегодня есть возможность и в библиотеке взять книгу, почитать. Если есть желание, можно в книжной лавке купить для себя книги хорошие, добрые, которые вам расскажут и о церкви, и о наших таинствах, и о богослужении, и о том, как надо жить. Видите, сегодня очень много хороших книг, и в библиотеке можно взять, и приобрести для себя, если хотите. Поэтому подойдите к священнику, или там, где вы крестились, или куда вы ходите, или какой ближе к вам храм, подойдите, скажите, батюшка, хочу посоветовать, посоветуйте, какие книги мне начать читать сегодня, чтобы узнать о церкви и о том, как я должна жить. — Следующий звонок у нас был от Галины из Тульской области. Вот она борется со страстями, но она понимает, что они все равно ее одолевают. Что ей делать? — Бороться, продолжать бороться. Вы знаете, я вспоминаю один такой эпизод из древнего потеряка, как однажды один инок, который пытался тоже найти покой, побороть в себе страсти, и искал покой. Вот он пришел в один монастырь, побыл какое-то время, чувствует, что нет для души покоя. Пошел в другой монастырь, перешел в третий. И так он переходил в несколько монастырей, и потом пришел к одному старцу, да, и старцу говорит, отче, помоги, не могу найти покой, не могу найти вот... А покой, когда страсти будут поборваны, когда сможет человек побороть в себе эти страсти, тогда и наступит покой. Вот он не смог найти этого покоя, не смог побороть в себе страсти. Говорит, отче, помоги, вот уже который монастырь я оставляю, в который монастырь уже перехожу, и не могу найти покоя. Вот старец спрашивает, а сколько ты лет уже борешься с собой? Он говорит, я уже 8 лет борюсь. Он говорит, о, миленький, я 80 лет в пустыне пребываю и до сих пор не могу найти покоя. Борьба со страстями, а потом она будет переходить в открытую борьбу даже с темными силами, она будет проходить во все дни жизни человека на земле. Пока человек живет, враг рода человеческого никого не оставит. Но бороться все равно надо, не отчаиваться, не впадать в отчаяние, а бороться все равно надо. Господь будет помогать. В этом будет проявляться наше особое стремление и к Богу, и к чистоте, и в борьбе человек закаляется. В борьбе со страстями он становится более крепким, более мужественным, и Господь будет помогать. Галина из Адыгеи, видимо, читает Священное Писание, встретила такое выражение «Бог забрал душу». И в другом месте говорится о том, что ангел смерти отторг душу. Спрашивает, есть ли разница между этими выражениями? Вы знаете, Галина, конечно, если бы Вы более конкретно говорили об этом, но я примерно догадываюсь и понимаю, о чем идет речь. Однажды Христос Спаситель говорил притчу, и в ней рассказывал о богаче и о бедном Лазаре, который жил рядом с домом богача. И вот Христос Спаситель в этой притче, он очень образно сказал, «Умер Лазарь, и ангелы душу его перенесли на Лона Авраамова». Подчеркивает, да? И потом умер богач, и похоронили его. Был другой эпизод из Евангелия, когда один богач заботился о своем богатстве и говорил, вот построю я, построю новые хранилища, и вот я туда такой уродился богатый урожай, я туда все это затарю, и душа, ешь, пей, веселись, на многие годы тебе хватит. И Господь ему говорит, несчастный, сегодня ночью душу твою истяжут от тебя, насильно исторгнут. Ты настолько пристрастился к этой земле, что ты даже не помышляешь о вечности, и у тебя насильно душу твою заберут сегодня ночью. А умер Лазарь, несчастный, он всю жизнь прожил в бедноте, в нищете, в тяжелом состоянии. И ангелы души его отнесли на Лона Авраамова. Вот в этом, как вы знаете, контексте, или очень можно интересно усмотреть для себя, и поучительное для себя, человек, не пристращайся к земле. Ты не для жизни на земле создан. Ты создан для того, чтобы, пройдя эту жизнь на земле, достичь такого духовного совершенства, чтобы ты мог перейти в вечную, загробную жизнь, в Царство Божие. Вот ты к чему призван. Потому что наша жизнь на земле временное явление. А самое главное – это жизнь в будущие веки, в загробном мире. Вот к чему надо стремиться. И поэтому вот эти евангельские тонкости, они как раз нам рассказывают о том, если человек стремится к Богу, и жизнь свою проводит в таком настроении, то он действительно перейдет от жизни временной в жизнь вечную. Как говорил апостол Павел, смерть для меня приобретение. Я знаю многих людей, которые, живя здесь на земле, проводили действительно очень тяжелую у многих была жизнь, очень тяжелая и ссылки, и голодные годы, и раскулачивание, и война. И, вы знаете, люди проходили этот жизненный путь в таком настроении, состоянии, что они говорили, Господи, так хочу к Тебе, забери меня, Господи, к себе. Люди мечтали о том, чтобы они встретились со Христом в Царстве Небесном, в загробном мире, да. Ну и, конечно, для них смерть – это не страх. Совсем она их не устрашает. Они ждут этого момента. Точно так же, как и предание говорит о Пресвятой Богородице, что после смерти и погребения, воскресения Иисуса Христа и Его вознесения на небо, Пресвятая Богородица всегда молилась и надеялась, и ждала того момента, когда она перейдет к своему возлюбленному Сыну и Господу. Поэтому и христиане мечтают об этом. Это очень хорошее настроение у людей. Но для того, чтобы это настроение было у человека, надо жить благочестиво, правильно и по-христиански, как учит нас Церковь. Владыка, у нас осталось буквально несколько минут. Последний вопрос. Валентина из Рязани, 62 года, интересуется, возможно, за своего сына беспокоиться, спрашивает, можно ли жениться на разведенной женщине и не является ли это прелюбодеянием? Но Христос Спаситель совершенно однозначно сказал, а тот, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Вот об этом надо помнить. Вы понимаете, хорошо ли это, плохо ли это, но вот сказал об этом не кто-нибудь, не сосед мой, даже не родитель мой, а сказал сам Христос Спаситель, тот, кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Друзья мои, делайте выводы сами. Конечно, это не просто так. Я думаю, что вот многие, я общаюсь иногда с людьми, они, знаете, рассказывают о своих мыслях, иногда о сокровенном. Очень часто я знаю и понимаю, что кто-то женился один раз, кто-то два раза, кто-то, может быть, даже и три, но каждый помнит первую любовь, первый поцелуй, первую любовь. Вот это остается всегда на всю-всю-всю оставшуюся жизнь. Ну и, конечно, первый мужчина или первая женщина, или первая девушка, или парень, это останется на всю жизнь. И вот в этом и заключается глубочайший смысл цена мудрия. Я никого другого не знаю, я вот только тебя люблю, и хочу всю свою жизнь провести только с тобой. А когда появляется пример, когда появляется сравнение, тогда уже, знаете, и, как правило, семьи бывают непрочными, и браки бывают непрочными. И вот эти слова Христа Спасителя, они совсем не угрозы человеку, нет. Христос Спаситель не угрожал никому, Он просто призывал людей к тому, чтобы семьи были прочными, чтобы любовь была настоящей, чтобы не было измены друг к другу. Вот к чему стремился Христос Спаситель, призывая людей к браку и к любви. Поэтому это предупреждение, если хотите. Плохого Господь нам не хочет. Он хочет нам только хорошего, доброго. И именно поэтому Он говорит, предупреждает нас, женившийся на разведенной прелюбодействует, а прелюбодейцы Царство Божие не наследует. Конечно, мы понимаем, что Господь милосердный. Конечно, мы понимаем, что Господь простит, зная и понимая нашу слабость человеческую. Но вот, наверное, только на это можно и надеяться. А к сожалению, мир сегодня так устроен, что грехи наши, они нас делают разнузданными. Но Церковь нас призывает все-таки быть в чистоте и в добре. И это предупреждение Христа Спасителя. Владыка, на сегодня наше время закончилось. Я благодарю вас за беседу. Спасибо вам. И, как всегда, дорогие друзья, желаю вам всего самого доброго. Пусть благословение Божие пребывает со всеми вами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова